Девушки отдыхают В нашей программе мы обсуждали выпиющий случай, который произошел с нашим мэром и журналистами телеканала «Россия-24». И сейчас я хочу снова представить наших гостей. Это патриарх нашей журналистики, ветеран нашей журналистики Сергей Басаев. Это знаменитый человек, в общем-то, телеведущий, человек-пароход Бато Багдаев, между прочим, генеральный директор муниципальной газеты «Улан-Удэ». Ну и Светлана Будашкаева, известный общественный деятель, человек, который возглавляет немало общественных организаций, общественных начинаний и так далее. Ну что же, дорогие друзья, я вас приветствую. И хотелось бы адресовать свой первый вопрос, ну, наверное, о Бато. Потому что вот Бато, в прошлой нашей программе ты сказал, что произошел, в общем-то, политический заказ. Более того, даже озвучил сумму полтора миллиона рублей. Именно такова расценка, дескать, на «России-24». И все-таки это серьезно или нет? То есть неужели федеральный канал, государственный, да, по которому Путин порой вещает, может опуститься вот до такого? Чтобы взять деньги, в общем. Ну, если об этом говорит в открытую генеральный прокурор России Юрий Чайко, о том, что в отношении его был снят фильм заказной и так далее, я думаю, что в нашей стране все возможно, где все из себя покупается. Помните, в прошлом году, значит, на Ринфиве выходил материал с Николаем Будуевым. Я вот недавно вас портнулся с материалами в интернете о том, что было проплачено со стороны депутата. Батон, но Ринфиве – это же частная лавочка, а «Россия-24» – государственный канал. Вышедший на Ринфиве. На «России-24» будет так называемая коммерческая проект, пожалуйста, обращайтесь. Никаких проблем. То есть это где, в открытую, что ли? Чем более там выходят материалы других? А вам, конечно, без проблем. Так, тогда у меня вопрос к Светлане. Все-таки вы опытный человек, Светлана. Скажите, пожалуйста, вот то, что сейчас говорит Батон, это все-таки абсурд или неужели так оно и есть? Ну, просто я как предполагаю? Ну, вот Юрий Чайко – это политик федерального масштаба, да? И его можно заказать на федеральном канале, да? Но все-таки мэр города ЛНД, не скажется вам, что это как из пушки по воробьям? Ну, вот то его. Совершенно верно. Это действительно и из пушки по воробьям, и это совершенно как бы абсурдно, что специально там кто-то прорабатывает такую федеральную программу, такую вот охоту за головой нашего мэра. Это глупости, это глупости. Вообще очень много и очень часто почему-то у нашей бурятские вот политики, там какие-то вот люди, нашу местную местечковую драчку между собой, да, вот между кем-то там, там, Голковым-Будуевым, там еще кем-то Ивановым-Петровым-Подмаевым-Богдаевым, воспринимают как вселенскую какую-то такую глобальную трагедию, драму, на которую обязаны все обращать внимание. Это неправильно, это смешно. Я просто хочу сказать о том, что вот, помните, летом была такая вот, да, вот, ай-яй-яй в Уралов, такая там была, там, перетасовка, там, все и прочее, с Гершевичем и прочее. Все думали, что это тоже заказ. Ничего подобного, абсолютно ничего подобного. Эти наши местные драчки никому не интересны. Это интересно только тем персонажам, которые в них участвуют. И бога ради, не надо думать о том, что это прямо вот, кто-то готов положить бюджеты на то, чтобы какого-то там мэра, какого-то захолостного города скинуть. Да глупости все это. То есть, Светлана, вы считаете, что масштабы России это просто буря в стакане? Потому что вы пьющие сунки. Конечно, безусловно. В пьющий случай с этим начислением премий. Когда вся страна находится вообще в жутком состоянии, когда огромные деньги исчезли, растворились в воздухе, да, и когда социальная жизнь, вообще экономическая жизнь замирает, когда мы не то что на дне, а уже где-то там еще глубже, да, находимся в жизни, начислять себе премии, это, знаете, это не то что некорректно, да, это неэтично, я бы сказала, преступно. Вообще вот такая постановка вопроса, начислять себе премии как новогодний подарок там за какие-то там заслуги, причем заслуги эфемерные, да, если сравнить экономические показатели города Улан-Удэ за этот год, который прошел, из-за которого награждают Долкова, это что такое-то? За что? За то, что его наградили за то, что город еще глубже падает? Еще глубже падает в эту долговую яму? Это что такое-то? Что за безобразие? Светлана, я вам знаете, на это четко... Когда они не могут быть себе элементарных вещей, продуктов питания, не знают, на что содержать своих детей, кормить стариков, а уж не говоря о том, как лечить, вот я с этим сталкиваюсь практически каждый день, это что такое-то вообще? Так нельзя! И вот именно этот неэтичный поступок вызвал такой интерес федеральных властей. ОНФ, я рада, что они приехали, и я рада вообще, на самом деле, вот эта ситуация, она должна стать катализатором каких-то изменений. Я думаю, что это будет так. Ну вот Бато хочет вам оппонировать... Продолжение будет, несмотря на то, что у нас мы... Спасибо, Светлана, спасибо. Вот Бато хочет вам оппонировать. Да, я вот хотел сразу по горячим следам... Да, и Бато, вот я, да, вот пока ты не начал отвечать, мне хотелось бы сказать, что видишь, есть другая версия, то что вот Светлана думает, что все это из-за этой премии, да? Ну подумаешь, там каких-то несчастных 300 тысяч себе назначил, да хоть миллиард назначил, он мэр, за него голосовали люди, за него целый кирзавод проголосовал. Разве не имеет он права любую себе премию назначать? И кого это вообще должно волновать в принципе? Ну, Борис, Борис, вас и Светлану понесло. Во-первых, никакого начисления премии еще не было. Постоялась сенсия горшковета, на котором утвержден рекламент комиссии, о которой принимает решения по премированию или депримированию сотрудников мэрии и горшковета. Эта комиссия даже еще не собиралась, этот вопрос даже еще не ставился на повестку. А что мешало так же ответить журналистам из Москвы? Что мешало так же ответить? Или это вы вот сейчас только придумали? Говорили, ответили. Это просто в кадр не попало. Это просто в кадр не попало. Телефон разрядился. На все вопросы мэром был там совершенно четкий ответ. Ответ был, да, и это на видеозаписях все видно. О том, что мэр разъяснил им всю ситуацию, объяснил. Нет, это Артем Коул встал и тыкал, тыкал одним и тем же вопросом. За что мы получили премию? Мэр отвечает, что даже комиссия еще не собиралась. Еще неизвестно, когда соберется или вообще соберется или нет. Вот вчера буквально... Зачем тогда было вообще говорить об этой премии? Зачем тогда было народ путать и вообще возбуждать эту тему? Это нужно было подумать еще заранее. Зачем тогда вообще поднимать эту тему? Так, ну и вот по взгляду Сергея я вижу, что у него есть что высказать на этот счет. Это же элементарно. Как бы имеет свою таксу, да, вот доктор наверняка это знает, да, что можно прийти в определенное место в Москве, да, тебе сначала рисуют за миллион схему, что нужно делать, да, кому с кем говорить, если ты полностью... И есть как бы тайный комплект, да, когда эта сцена уже реализуется, там, конечно, порядок, цена больше, и это есть такое. Естественно, то, что федеральные телевизионщики делают доказательный сюжет, это тоже есть такое. Которые это тоже знают, но света, может быть, она немного далека от этого. Ну, я хотел немножко о другом поговорить, да, вот когда деятельность того же МНФ, ОНФ, на мой взгляд, главной целью является просто отвлечение внимания, это такая вот спецоперация, да, когда от федеральных чиновников нужно отвлечь внимание, и основной, да, приходится на регионалах и вот тех же самых муниципалов. В то же время, когда у нас в стране крадутся, ну, просто миллиарды долларов, да, вот эта вот, вот эта мелочь, которая происходит в регионах, становится главным, как бы, объектом внимания. Я считаю, что, ну, тут просто на всех обманывают, да, и, к сожалению, вот наш вырыв сейчас привлек внимание ОНФ, но под этим есть определенная подоплуха. Дело в том, что, если бы, допустим, Александр Михайлович, ну, как-то немножко по-другому тебя вел, да, то есть, вот вся вот эта ситуация, она могла разрешиться пяти минутным разговором, когда человек просто объяснил бы, ну, со своей позиции, естественно, что это за кремия, там, просто по-человечески поговорил. Но когда журналист, который приехал всего на одни сутки, да, кое-как пробился в кабинете, поскольку я понял, что его там не пускали, да, и не может получить ответ на простой вопрос, который занял бы вот две минуты, а ему говорят, ну, посмотрите на сайты, там, и так далее. Вот сейчас Батон говорит, что мэр отвечал на эти вопросы, но на кадрах, и вот, потому что нам показывали, этого не видно. Сергей, вы что хотите сказать, что Батон нам сейчас врет? Батон, 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 я хотел бы предложить, чтобы он... Будут представлены аудиозащики разговора, который длился в течение 20 минут, все это происходило. И видно из аудиозащики, что мэр сел, пригласил их за стол, спокойно отвечает. Это я, Игорь, да. Ну, мы... Зачем... Какие проблемы? Другое дело, что журналисту-то ответы не нужен был. Батон, зачем нужно было ссылаться на сайт, вместо того, чтобы просто отлыл? Он спросил, журналист спросил, а где опубликованы эти документы? Он сказал, на нашем официальном сайте. Он говорит, что за сайт? Сайт муниципального органа. И, говорит, далее по сценарию вы все это видели. Другое дело, что это Актему Кобус, совершенно не нужны были ответы. Он не пришел собирать информацию. Он пришел устроить скандал. Вот была единственная его цель. И пришел он... Пришел Голкову он после встречи... После встречи с Геннадьем Арктиковичем, Айдаевым, и после разговора с Николаем Будую. Сын направленный. Он, главное, предлагал Марковцу, значит, пойти к мэру, тот категорически отказался. На что Артем сказал, что он обязан встретиться с Николаем Будуевым, и именно после этой встречи он направился при Геннадьем на рейс Голкову. И вы видели, что после этого, совершенно случайно, проходя мимо, Николай Будуев оказался на крыше мэрии и начал раздавать комментарии. Так он же там работает, почему ему там не быть? Это не за дело, не за дело, не за с вами, Светлана. Ну, конечно, он же депутат. Кстати, Николай Будуев на следующий день, почему-то на... Он на работу не ходит. На следующий день собрался весь депутатский корпус Горсовета, который единогласно поддержал действующего мэра. Николая Будуева не было. Пресс-конференцию созвали в 12 часов. Николая Будуева не было. Журналистов МК не было. И вообще он растворился. И на вашу программу, кстати, прийти Николай Робертович отказал. Вот такая трусливая политика. На школьник и в кусты. Ну, кстати, Николай Робертович, мы обязательно еще пригласим. А вот сейчас у меня баток к тебе такой вопрос. Ну, ладно, мы уже разобрались, что Россия-24, в общем-то, продажный канал. Ну, то, что они за деньги готовы исполнить любой грязный заказ. А вот эта вот интересная структура ОНФ, то есть общенародный фронт Путина, да? Они, получается, тоже коррупционеры, и их тоже легко купить за деньги, и они готовы к таким грязным подковерным играм. И не дискредитирует ли это организация нашего президента? Нет комментариев. Ладно, отлично. Ну, может быть, вы чуть-чуть вам задавайте на этот вопрос. Нужны комментарии. Бату, ты же сейчас говоришь о том, что... А, Бату... Я готов ответить. Я лично подал заявление еще в сентябре наступления ОНФ. И усилиями Николая Робертова-Бутуева это мое заявление заблокировать. Сейчас, в течение нескольких месяцев, мое заявление, принимать или не принимать? Как я должен в этом вопрос комментировать? Если скажу плохо... Так ты правду скажи. Тебя не приймутся. А если скажу хорошо, а? Ты правду скажи, конечно. Конечно, в свое время ОНФ образовалось как альтернатива Единой России. Но, к сожалению, альтернатива-то не очень хорошая пока получается. И, видимо, пока решено задвинуть долгий ящик этот проект. Такая Единая Россия жива и будет правящий парень. Бату, я думаю, что ОНФ, наверное... Ну, это мои предположения. Пока не принимает какого-то ответа положительного для того, чтобы ты туда вошел, наверное, не изучает твою историю, твою биографию, да? В движении, там, политических и так далее. Будешь ли ты полезен ОНФ? Ну, как бы, белый шум, он иногда полезен вокруг какого-то, там, политического или общественного движения. Но иногда очень рейтинг. Я просто хочу сказать, что, понимаешь, Бату, я сегодняшнюю твою ситуацию, да, когда ты получаешь зарплату от мэрии, я прекрасно понимаю, ты обязан потомку службы защищать мэра. Но как правозащитник, я думаю, что ты тоже понимаешь, что мэр и сама структура мэрии, и даже наши уважаемые депутаты городского совета, они, ну, скажем так, взаимозависимы. А это неправильно. Так не должно быть зависеть от одного человека. И то, что Будуев один единственный человек, который там создает неудобства, это очень хорошо. Плохо, что он один. На самом деле городской совет не должен быть единым, монолитным, и там, как пазлы друг в дружку вставляться, да, ни в коем случае. Но так будет антибиально. Приди и администрая, спасибо, коллега. Тогда это будет со собой, да, и между собой, да. А когда идут в городсовет люди, которые не для своих собственных интересов работать хотят, да, и там какие-то там, я знаю, там есть ресурсы, которые доступны именно депутатам, а будут говорить именно о народе, ну, как бы небанально это звучало, тогда это было бы совершенно по-другому. А то, что ОНФ существует, это хорошо. Как говорится, система сдержек и противовесов всегда работает на благо. Другой вопрос, конечно, в каком ключе будет развиваться, там, и так далее, и так далее. Если говорить о ОНФ Бурятии, это, ну, меня извините, как бы, да, это достаточно такая инертная масса народа, которая формировалась людьми, ну, как бы, которые, заботитесь, опять-таки, да, я абсолютно в этом уверена, а не заботятся о благе Бурятии, чтобы не было здесь каких-то катаклизмов, там, бурь, там, и так далее. Но, если говорить о... У нас полно и полно катаклизмов, бурь, и так далее. Я вижу очень даже неплохие результаты. Заботятся. И, Светлана, извините, прерыву, я вот здесь, знаете, хотел бы добавить насчет Бато, да, вот я считаю лично, что Бато, вот когда пришел в администрацию, да, нашего города, да, ну, у них действительно изменилась позиция, они уже не так дуболомно делают. То есть, ну, Бато, если есть какие-то проблемы городские, он о них не скрывает, говорит, если есть какие-то минусы, он прямо и четко говорит, да, у нас есть какие-то минусы, но мы над ними работаем. То есть, в этом плане, я считаю, что Бато, ну, большое приобретение для любой абсолютно организации был бы. То есть, ну, это действительно так, он действительно говорит о том, что есть проблемы, не скрывает, во всяком случае. Так, Борис, знаешь, что я хочу сказать? Да. По поводу... Борис, я что хочу сказать? Действительно, много можно припевать, объявлять, действующему мэру города Улан-Дэ Александру Колкову. Но я абсолютно уверен, все эти недостатки, недочеты, они исправимы. Колков – молодой политик, мы с вами являемся свидетелями его становления, его возмущения, его созревания как настоящего политика. И я думаю, тот урок, который он получает, пойдет ему на пользу. Все можно пройти. Все его недостатки, которые у него есть. Только за то, что он не ворует. Не ворует. Извините, за 18 лет мы до того устали о тех бесконечных скандалах про разворовывание муниципального имущества, когда город оказался на краю банкротства. Какой в этом не нам? Извините. Это наследство, которое досталось от Айдаева. 2,5 рубля – это долг, который был получен в бытность бывшего мэра Улан-Удэя. Городу Улан-Удэя разорен общий финансовый ущерб, который нанесен нашему муниципальному образованию. Эксперты оценивают 25 миллиардов рублей. Откуда у нас появился термин «самый богатый турец». Извините, сегодня мы не можем найти сантиметры земли для того, чтобы построить детские сады и школы, которые у нас строятся за федеральные денежные средства. Хорошо. А кто был председателем бюджетного комитета, который давал разрешение на это все? Напомни мне, пожалуйста, три срока. А кто были депутатами? Кто распоряжался на самом деле деньгами городского цвета? Я тебе скажу, это господин Шалков. Ручным городским советом. А сейчас произошло реформирование муниципального управления у нас на местном уровне. У нас, наконец-то, мы отделили исполнительную власть от законотворческой деятельности. Горсовец, эффективный менеджер в лице руководителя администрации. Это разные структуры. А до этого что у нас? Ну что же, Батон, спасибо тебе за твою реплику, за твой ответ. Три органа в одном. Во-первых, было бы... Да, мы главой муниципального образования, мэром городу и председателем горсовета. Три волновых ухода, контроля не было. И, наконец-то, эта коррупционная система сломлена. Кем сломлена? Голковым сломлено. Ну что же, Батон, спасибо большое. Светлана тоже спасибо. У меня вопрос к Сергею Басаеву. Скажи, пожалуйста, Сергей, тебе знакомо украинское слово «попередники»? Это с украинского переводится как «предшественники». Дело в том, что у них каждая, вот на Украине, каждая новая власть приходит к власти, когда, да? Она сразу применяет термин «попередники во всем виноваты». То есть, ну, вот мы хорошие, а до нас, которые были, это они все испортили. И так каждый раз. И вот тебе не кажется, что Батон в данном случае, он... Ну, точно такая же у него майдановско-украинская такая вот терминология. Ну и аргументация, опять же, соответственно. А в России у нас все то же самое, потому что у нас... У нас в России все то же самое, потому что у нас сейчас в 90-е виноваты, там, вот этот, Ельцин вот так виноват, у нас город будет, теперь Ольдаев встал. Ну, просто получается, вот будет у нас следующий мэр рано или поздно, да, ну, лет тоже через стол, он будет новый мэр, да? Он же так же скажет, а вот при этом мэрии все вот случилось, а я хороший. Так будет? Возможно, да, но у нас вот как случилось? Смотрите, Геннадий Архипович Ольдаев в свое время, ему, конечно, многое позволялось, да, но за это он выполнял роль мальчика для битья, потому что Леонид Васильевич ни в чем не мог быть виноват, да, а виноват должен был быть Ольдаев. Вот его все пинали, кому не мог вообще. Когда пришел Голков, он вот от этой роли сознательно отказался, я говорю же, он себя пинать не позволяет, как будто, ну, ничего, просто характер другой. Я это называю кшателевывающий, да? Ну, а зачем, если есть предшественники, пинай их сколько угодно, в любой проблеме их можно обвинить. Ну, в принципе, сейчас Айдаевы обвиняют, как бы во всех делах. Посмотрите, Геннадий Архиповича роль в этом плане, в этом смысле не изменилась. Да, не обменилась, он был с этим согласен, да, вот как бы, но я помню, что, вот как Айдаев общался с журналистами, и как сейчас Голков общается, ну, в принципе, две большие разницы, потому что Айдаев, к нему мог любой зайти, да, как бы, и я тоже работал в то время и на Айдаеве. И на БГТРК, потом на Телекоме какое-то время, да, и его критиковали даже журналисты Телекома, в то время. Это нужно было, сейчас это смотрится на опыту, а Айдаеву нужно было ссунуть микрофон под нос, и он, вытянувшись, как бы, в стройку, тебе давал полный ответ, а потом еще принимал и административные меры, да, чтобы это все исправить. И журналистам, в принципе, это нравилось, да, вот, Айдаевусь, на чем поднялся тогда, на критике мэра, которого можно было критиковать. Хорошо, спасибо большое, Сергей, Бато, и, ну, вот, последний вопрос, потому что у нас, опять же, заканчивается время, Бато, скажи, пожалуйста, а ты вообще разделяешь позицию, вот, Сергей Басаева, то, что, ну, вообще, руководство города могло бы быть и поближе к журналистам, как бы, и по открытию немного. То есть, ну, есть над чем поработать в этом плане. Я считаю, что то, что произошло, оно и показывает о том, что мэр города Ланды был открыт в диалоге. Другое дело, то, что все это обернулось каким-то хамстром, безобразием и настоящим хулиганом. Поэтому мэр города, он же всегда открыт в диалоге. Зайдите на его профиль в фейсбуке, пожалуйста, там вы можете и по телефонной связи с ним связаться, и оставить свои сообщения. Нынешний мэр, я считаю, как никто другой, открыт к общению с прессой, с простыми людьми. Вот буквально сегодня пройдет встреча с избирателями. Такое количество встреч с избирателями на кругах ни один мэр до уголкового не проводит. Ну, слушай, Батон, большое тебе спасибо. У нас, с вами, все уже закончилось эфирное время. На этой такой жизнеутверждающей, я бы сказал, ноте хотелось бы завершить нашу программу. Оказывается, нет, у нас власть хорошая, как бы открытая, доступная и так далее. Ну, что бы я хотел сказать по итогам нашей программы? Ну, настолько потрясающие у нас были сегодня гости. То есть, я, честное слово, можно было начать передачу, ничего не говорить, и все бы оно само собой произошло. Ну, с вами была программа «Де-факто», ее ведущий Борис Ингархаев. Смотрите нас на телеканале АТВ. 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 Продолжение следует...